Приветствуем, дамы и господа, на самом лучшем литературном подкасте, как всегда, неизменный гость со мной Сергей Буквоед. Привет, привет, Сергей. Привет, привет. Сегодня будем обсуждать вот эту вот замечательную книгу, у меня даже есть физическая копия Кобо Абе «Женщина в песках». Честно сказать, перед прочтением данной книги, ну, надо, наверное, сразу сказать, что я совершенно был незнаком с этим автором, и ожидания у меня были, ну, немного другого плана, так сказать, я совсем не ожидал то, что получил. У тебя какие были ожидания по поводу этой книги вообще? Да, даже сложно как-то сказать, потому что я её читал ещё в юности, вот тогда, конечно, типа, прочитал и забыл, вот, сейчас, поэтому никаких особых ожиданий не было, потому что я сюжет, в принципе, более-менее помнил, вот, ну, чуть позже расскажу вообще, что моё мировосприятие, как бы, отразило по этой книге, да, ну, если вкратце, ожиданий особо не было, вот так. У кота тоже не было ожиданий. Да, я вообще, на самом деле, изначально ожидал что-то такое в духе мураками, знаешь, конечно, понятное дело, что Абе – это автор более старший, да, книга, по-моему, вышла в 60-каком-то году, но я ожидал что-то действительно в духе, вот, мураками, да, чего-то такого вот неспешного, да, а в итоге, на самом деле, и потом я вот, когда начал уже, там, читать статьи, рецензии, многие люди говорят, что, вот, Абе, он прям похож на Кавку, и некоторые называют его, типа, таким, японский Кавка с примесью Достоевского, но это, кстати, вот, постоянно такая фигня с писателями, знаешь, если у какого-то из писателей есть немного, там, психологизма в книге, постоянно люди привыкают его сравнивать с Достоевским, вот, такая дурная привычка, но по поводу Кавки действительно есть какие-то такие абсурдные вкрапления, ну, и вообще, на самом деле, как я потом уже узнал, что Абе, он как раз таки и относится к театру абсурда, у него достаточно много книг, таких абсурдистских, по-моему, там есть какая-то у него книга, не помню ее название, но там, в общем, человек то ли стал рекламной брошюрой, что-то типа того, короче, максимально такое абсурдное, и в этой книге, да, мы, конечно же, тоже будем замечать такие всякие абсурдные вкрапления. Как тебе вообще книга в целом? Да в целом, блин, сложно сказать, потому что, вот я говорю, я ее в юности как-то вообще не понял, ну, потому что, наверное, жизненного опыта в принципе не было, да, и такое. Я, кстати, узнал, что вот «Женщину в песках» вроде как в 11 классе в список литературы даже, ну, в России, по крайней мере, она есть, типа, чтение, знаешь, там, я уж не знаю, то ли она в обязательной программе, то ли она как-то в списке на лето там или еще куда-то, но, короче, она в школе в 11 классе как-то дается. Ну, в мое время такого, конечно, не было, и тем не менее, все равно считаю, что для школьца, типа, 17-летнего, читать вот такое что-то там про «Женщину в песках» – это слишком, ну, чересчур. Ну, а сейчас как-то общие впечатления, блин, ну, такая, чё-то как-то сложновато сказать. Вроде бы ничего, знаешь, вроде бы ничего как-то, но с другой стороны, не супер-пупер зацепило. Вот, например, в своё время я когда прочитал Жан-Поль Сартра «Тошноту», да, вот от неё я, конечно, прям вообще торчал жёстко. Или там мифа Сизифи Альбера Камю, да, тоже от него торчал жёстко. А здесь как-то прочитал такое ощущение, что, ну, да простят меня там любители творчества Абе, да, но может быть какой-то своего рода закос под европейских авторов, может быть, Коба Абе сам это всё читал в своё время, да, и решил что-то такое с японским колоритом написать, ну, и написал, однако, да. Ну, если вкратце, то не сильно как-то прямо, знаешь, то есть не фонтанул восторгом от неё, как бы, ну, а в целом вещь хорошая. Ну, я думаю, на этих замечательных словах можно заканчивать тогда. Рекорд поставили просто. Максимально лаконично, как раз-таки в духе абсурдизма такого некоторого. А мне, напротив, мне книга очень даже сильно зашла. Во-первых, она, вот как раз-таки в ней есть вот этот японский стиль, да, вот эта некоторая лаконичность, некоторая оборванность, что ли, фраз, и тем самым ты должен что-то себе там додумывать, да, и вот этот очень интересный там вот вектор мысли, который вот так вот блуждает со стороны в сторону, начинает рассуждать о чём-то сюрреалистическом, таким, даже абсурдным, да, таким отстранённым, и в то же время затрагивает очень многие такие сферы жизни, и, ну, знаешь, как часто говорят, о чём книга, да, книга о жизни, вот это все объёмливающее описание, да, книга о жизни. Ну, по сути же, это и есть экзистенциализм такой вот прям классический, наверное, да, в духе того же Камю, там, я не знаю, Сартра, ну, это экзистенциализм, да, с японским таким уклоном, да, то есть чувак там собирал насекомых, а в итоге сам превратился чуть ли не в насекомое, там, я не знаю, метафорически опять же, да, то есть его так же в банку поймали, там, условно, в яму песочную, да, дали ему тяночку, сказали, ну, на, вот тебе сишки, вот тебе водка, короче, копай. Всё есть для жизни, в принципе, тяночка, сишка и водка. Вот ты вначале сказал, что Абе, может быть, хотел сделать такой европейский немного роман, и мне кажется, что ты это заметил, потому что, ну, опять же, потом, когда я уже там читал источники, да, и историю, там, создания этой книги, что сам же Абе, он, ну, когда взрослел, да, это время приходилось на Вторую мировую войну, да, и как раз-таки, когда он уже стал старше, был такой исторический период, когда было достаточно большое количество американских баз в Японии, да, и, а до этого страна была максимально, ну, не то чтобы максимально, но достаточно закрытая была Япония, да, и она тогда сменила немного свой вектор развития от такой жёсткой милитаристической, да, страны в такую более экономически ориентированную на Запад, да, и как раз-таки вот этот главный герой, ты помнишь его имя, кстати, он там, по-моему, один раз всего лишь, не, не один, пару раз упоминается его имя в самом конце, когда вот этот рапорт идёт, по-моему, Ники или как-то так? Да, ну, я вот тут открыл страничку, да, Ники Дюмпей, да, то есть действительно он вначале говорится по рапорту, и в конце, что типа полицейский рапорт, такой-то, такой-то, там, туда-то, туда-то, вот, ну, то есть с именами в этой книге вообще тяжко, потому что их, ну, намеренно здесь никаких нет имён, да, ну, таких, кроме главного героя, потому что у женщины, по-моему, имени тоже нет, насколько я помню. Ну, там оно упоминается как-то поверхностно, ну, так вот, к чему я это говорю, что как раз-таки вот этот Ники, он такой типичный, я как будто бы представитель европейской, да, вот, мысли более западной, несмотря на то, что он японец, да, это чисто такой городской обитатель, который привык вот всё делать там по логике, вот, есть привычная среда, город, у меня есть там какая-то работа, по-моему, он то ли офисный работник, тоже, если честно, уже. Он учитель. А, учитель, да-да-да, он учитель, но тоже про его прошлое особенно там сильно много не рассказывает, но даёт понять, что жизнь у него была такая, ну, обычная, серая, да, совершенно такая стандартная, это, как говорится, всё как у людей, цикличная совершенно, и там ещё как раз-таки Кубаба хорошую фразу написал, мол, каждый человек должен позволить себе какое-то любимое хобби, да, несмотря на то, что он может иметь совершенно повседневную унылую жизнь, да, вот это хобби обязано быть, и неважно, какое оно, глупое, не глупое, да, и в данном вот контексте наш главный герой, он изучает, да, коллекционирует насекомых. Энтомология, как это называется? Энтомология, этмология, короче, как-то так. Да, пусть насекомология, пусть, если что, поправят в этом. Пусть насекомологи нас поправят в комментариях, вот. А вот эта женщина, которая сидит в яме всю свою жизнь, она как раз-таки более такого, скажем, восточного, да, что ли, смысла, по типу, вот часто эту книгу сравнивают с таким некоторым дзенским куаном, да, с такой загадкой, да, кто не знает, куан – это такая некоторая логичная или нелогичная, да, скорее всего, загадка в буддизме, в частности, в дзен-буддизме, ну, самая знаменитая там, как звучит хлопок одной ладони, да, и как раз-таки вот так, в принципе. Вот так звучит. Да, и вот эта замечательная женщина, она как раз-таки представитель вот некоторой восточной мысли, такого некоторого смирения, которое может показаться на самом деле очень пессимистичным и, ну, такое, практика ничего не делания, скажем так. Фатализм такой, да, то есть сижу просто, да, сижу и всё как бы. Ничего не делания в плане, да, конечно, там по книге она должна отгребать этот песок, но ничего не делания, так сказать, своей жизнью, да, ты сидишь на одном месте и как бы смирился. Ну, давай вообще, наверное, чуть-чуть расскажем про сюжет, да, для тех, кто не читал, буквально в пару словок, потому что там действительно особенно нечего, блин, и рассказывает, да. Ну, давай, мне начать. Да, да, давай. Да. Ну, вот наш вот этот главный герой, учитель, да, Ники Дзюмпей. Книга начинается с того, ну, про полицейский рапорт пропущу, потому что там вначале идёт некая сводка из рапорта про то, что пропал такой-то, такой-то человек, непонятно, куда он делся. Ну, и потом начинается основной сюжет в том плане, что этот Ники Дзюмпей, он учитель, он взял три дня отпуска, целых три дня отпуска, и решил их потратить на какую-то поездку к побережью Японии, ну, в какую-то там, так скажем, поближе к морю. Он, видимо, может, был из центральной части, там, да, острова, там, островов, неважно. То есть, поехать к морю, и потому что там где-то на побережье морском живут какие-то особенные жуки, которых он очень хочет в свою коллекцию. То есть, он решил потратить свой отпуск на вот эту поездочку, значит, куда-то к морю, чтобы пособирать жуков, немножко развеяться, ну, и так далее. Ну, и, соответственно, он доезжает до моря, там вот эти все песчаные дюны такие, да, там, причём это всё так описывается, как будто речь идёт не про Японию, а про какую-нибудь, я не знаю, Сахару там, или пустыню Гоби, там, как будто такие, знаешь, как будто там пустыня, блин, тысяча на тысячу километров прям, хотя там, наверное, пустыня, блин, километр на километр максимум, я не знаю. Я лично представлял себе вот пустыню из дюны, знаешь, там идёт этот чершень, где такие ассоциации были. Да, то есть, для такой маленькой страны, как Япония, где всё, типа, поделено и пущено в оборот, описание про то, что там, типа, какая-то огромная пустыня, ну, немножко странно читать, типа, ну, какая нахрен пустыня там, ну, тем не менее, приезжает он в эту пустыню, да, знакомится с местными жителями, они его принимают, местные жители, как какого-то чиновника из префектуры поначалу, типа, ой, а вы тут инспектируете, да? Он такой, да, нет, я тут жуков собираю, в общем, я тут приехал в отпуск, они такие, а, понятно, ну, а это, и приходит вечер уже, значит, и он понимает, что, ну, как бы первый день прошёл, а он там каких-то жуков собрал, и, типа, в принципе, день нормально удался, но тут случается такая беда, что он узнаёт этот Ники о том, что автобус ушёл, последний автобус, который должен был уходить из этой деревни там в ближайший город, он ушёл, соответственно, ему надо где-то заночевать, и он просится на ночлег к местным жителям, там деревушка есть в этих песках, в этой пустыне, и там, типа, жители живут, он говорит, мужики, давайте я тут где-нибудь переночую у вас, они такие, да, давай, типа, без базара вообще, вот мы тебя сейчас подселим тут к одной старухе, короче, она, в принципе, не против будет, вот, они её намеренно зачем-то называют старухой, ну, в общем, подводят его к такой песчаной яме, на дне которой стоит какая-то халупа, в общем, полуразрушенная, кидают туда эту лестницу верёвочную и говорят, ну, вот, спускайся туда, там, тебя там накормят, напоят, там, спать уложат, в лобик поцелуют, в общем, он такой, ну, ладно, спасибо, типа, люблю, типа, люблю ночевать в гостях, там, у каких-нибудь местных жителей, ну, там, вот эти, да, ну, там, вот эти размышления, что, типа, вот, местные жители, они такие все простые, я вот люблю у них, там, иногда остановиться на ночлег, пообщаться об их, там, вот, этих крестьянских, там, короче, горестях, там, типа, ведро прохудилось, там, или корова не доится, там, я не знаю, ну, он, типа, такой немножко сноб, ну, в начале, да, книжки, что он такой, типа, городской челик, типа, я тут занимаюсь, я тут учитель, во-первых, во-вторых, я тут насекомых изучаю, а вы, типа, все быдло, ну, какой-то вот такой сквозит у него, а он, конечно, прямо об этом не говорит, но по каким-то размышлениям складывается ощущение, что он такой, типа, выше других себя ставит, вот, ну, и заселяется он в эту хату, там его встречает тётка 30-летняя, про которую говорили, что она, типа, старуха, а на самом деле там, в принципе… Да, ничего, даже такая милфа по описанию. Да, да, там, типа, такая 30-летняя тётка, типа, такая, здрасте, здрасте, а у меня нет мужа и сына, типа, давайте, заселяйтесь. Можно я вас помою ещё. Да, 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 вот, ну, он заселяется, и тут-то начинается уже вот этот абсурд и метафора, собственно, да, то есть, которая попрёт до конца книги, и, ну, вот, что там дальше-то у нас? Да, да, а что, по сути дела, его надурили, отобрали эту верёвочную лестницу, и он просыпается и видит, что лестницы нет, и, а в самом начале эта женщина даёт такой лёгкий намёк, типа, он такой говорит, ну, я ж только на один день, а она такая, мол, да-да-да, чувак, на один день, на один день, то есть, она ему не говорит, ну, она своего рода соучастница, мало того, что она жертва, так она ещё и соучастница, то есть, она не говорит ему, что, да, тебя тут сейчас надурят, будешь со мной тут сидеть, вот, да, и его в итоге надурили, убрали эту лестницу, и потихоньку главный герой понимает, что он в некоторой вот этой западне, да, ему нужно отгребать песок, потому что постоянно наметает этот песок, и немного это странно там описано в плане какой-то логики, да, то есть, они сидят в яме, нагребают песок, и они выгребают этот песок, и я так, если честно, не уловил вот этой логики, то есть, как песок должен наполнить полностью яму, и потом перекинуться на деревню, или как это точно работает, потому что они-то выгребают песок не из деревни, а из ямы, но, но я как-то вначале про это подумал, подумал, а потом такое до меня просто дошло, что почему я ищу логику в абсурдном, собственно, произведении, там очень много несостыковок логических, да, которые можно очень легко как-то там опровергнуть, но так или иначе, наверное, действительно не стоит логику там совершенно искать, и да, и в принципе, все последующее описание, это то, как он сидит в яме с этой женщиной, у них там развиваются какие-то отношения, они доходят до секса, и там есть вот эта такая эротичная атмосфера, очень медлительная, без каких-либо деталей, которые мне как раз таки очень понравились, знаешь, нет вот этого графоманства, то есть, Абы там делает какие-то такие, ну, навешивает крючки по типу, у нее там была белая кожа, и она спала голая, ну, как бы не описывает, да, что там ее груди распластались по всей циновке, вот, там это очень элегантно, да, так тонко описано, как в принципе и умеют японцы, ну, как раз таки... Как пела группа Distemper в моей юности, твои большие сиськи мне мешают ночью спать, твои большие сиськи разлеглись на всю кровать. Необъятные такие, ну да, да, и как раз таки прикольно, там есть вот эта эротичная нагнетающая такая атмосфера, ну и все, и остается главный герой, собственно, в яме, и начинает рефлексировать на всякие различные темы. В какой-то момент ему удается сбежать, но его благополучно возвращают обратно, вот, ну, а про концовку мы, наверное, скажем, как бы в самом конце, да, то есть, ну, действительно, по части сюжета и по каким-то действиям это вот действительно вот практически все, да, то есть, мне кажется, тут стоит, не стоит как раз таки роман рассматривать вот прямо совсем буквально, да, надо ловить какие-то метафоры, символы, которых вот действительно в романе очень много, вот если вы хотите почитать прям сюжет, сюжет действия, там, какие-то логичные диалоги, эта книга совершенно не про это, да, то есть тут надо как-то искать смысл между строк, да, так сказать. Это, конечно, не всем подходит, сто процентов, поэтому я более чем уверен, что эта книга вряд ли там взойдет каждому совершенно, да, но тем не менее, если тут искать какие-то символы, метафоры, то очень-очень интересно получается. Много она на самом деле затрагивает, эта книга, вот как ты как раз таки в самом начале сказал, хорошо, что он догнался за насекомым, да, а в итоге как будто бы и сам, да, стал вот этим некоторым насекомым, да, запертым. Там была вот эта шпанская, шпанская мушка, вот. И, опять же, я тоже читал всякие вот эти статьи, наткнулся на такую достаточно интересную вырезку, вот сейчас я прочитаю, что шпанская мушка, вот, что, в общем, из нее, из этого насекомого делают смертоносный яд, вот. И, например, в романе Маркиза де Сада, когда он хотел подзадорить своих гостей перед оргией, он случайно их, короче, отравил этой шпанской мушкой, вот. И в какой-то степени шпанская мушка тоже принесла погибель, да, вот этому главному герою, такой некоторый символ отравления и яда, да, что ли, вот. Еще она вроде как афродизиак раньше как-то воспринималась, типа, в ней вот этот яд, он там типа как-то на половое влечение влияет или влиял, или это плацебо у них такое было, ну, короче, она использовалась как афродизиак, это мушка, чтобы, в общем, да, когда Виагра не продавалась в каждом магазине, надо было насекомых хавать, чтобы, типа, это, вялого взбодрить, ну, в общем, да. Вот я заметил, что, по сути дела, знаешь, вот Абе, он показывает между вот этими двумя столкновениями миров, вот, городского типа, да, как будто бы действительно Европы там и Востока, да, но я не хочу Восток называть деревней, извините, хотел сказать городского типа и деревенского типа Европы, извиняюсь, осуждаю, осуждаю, конечно же, осуждаю, но он достаточно интересно там проводит такие некоторые параллели, да, что ли, телесного и ментального, да, склада, то есть главный герой, он как такой представитель более западной мысли, он вырисовывается такого ментального, да, типа, то есть городской такой житель, да, причем тоже своего рода совершенно типа одинокий, потому что в городе все это устроено как такие каменные джунгли, да, то есть, и он в этой ментальности тоже достаточно радикален, ты же вначале упоминал, что он немного пренебрежительно относится, да, типа, вот, есть такие какие-то ментальные вкрапления, да, а вот как раз таки жители деревни, они более такие телесные, а и в такого архаично-традиционного плана, да, то есть они живут, казалось бы, в достаточно простой, да, среде, то есть, ну как, в простой не в плане природных явлений, а в плане того, что у них нет вот этого городского ритма жизни, вот этого там офиса, ну, таких цикличных совершенно вещей, но они тоже максимально радикальны, что вот у нас есть вот именно вот это течение жизни, так сказать, да, и мы живем в нем и как бы, грубо говоря, можем даже пойти по головам, то есть нам запихнуть человека в яму не составляет труда, потому что вот мы привыкли жить вот в этом цикле выживание, да, некоторым, вот, поэтому, да, достаточно интересно АБА это описывает, и по сути дела это конфликт неразрешенный остается, да, там как бы либо принять, либо ты, либо тебя. Ну, да, но вообще, наверное, не соглашусь, конфликт-то все-таки разрешенный, потому что в конце-то, в принципе, все более-менее ясно сказано, ну, то есть, по крайней мере, в отношении вот этого учителя, да, Ники Дзюмпея, то есть он для себя в конце решения принял по прошествии времени, и в принципе он стал, ну, как бы с пониманием относиться, да, ко всей вот этой философии местных деревенщин, так сказать, ну, то есть он принял их веру, веру вот эту вот, ну, не в религиозном смысле веру, да, а вообще, в принципе, вот эту абсурдную какую-то веру про то, что надо каждый день отгребать песок, потому что песок занесёт там деревню, и надо это старательно трудиться, хоть это и бессмысленно абсолютно, да. То есть в начале книги, потому что в начале книги, когда начались диалоги между учителем и вот этой женщиной, он же у неё спрашивал, говорит, а почему вы, типа, не переедете из деревни куда-то в город? Она такая, да, ну, типа, тут наши деды жили, мы тут живём. Он такой, а почему вы, типа, копаете вручную лопатами, а там не купите экскаватор или не поставите какие-то заслонки от песка, чтобы он там не заносил, да, там, вашу деревню с моря там или ещё откуда-то? Она такая, ну, как-то, типа, с людьми там проще работать, люди, типа, ну, короче, лучше делают, чем техника, там, чем какая-то оборудование. Короче, у них такой прям, типа, прям по старинке всё описывается, что они все такие прям традиционалисты, да, и некие такие, не знаю, фаталисты, да, про то, что, типа, всё предопределено, вот нас будет вечно засыпать песком, а мы будем вечно откапываться от него, да. Но тут, кстати, вот я бы хотел, наверное, сказать, что про книжку сложно, вот так, как она метафорична, да, во-первых, это литература абсурда, как ты и сказал, я с этим согласен, и плюс ко всему она метафорична, ну, наверное, вся литература абсурда метафорична, по сути, да, не знаю. Ну, по крайней мере, тот же Кавка, там, да, ещё кто-то, это же метафоры, всё там про замок, там, про ещё что-то. Тут то же самое про песок, да, то есть, что сложно как-то с одной стороны открыть эту метафору, да, то есть, нельзя сказать, что вот книга про то, как мужик там с бабой песок откапывали, да, потом они там… По сути, так и есть. Потом они там это, типа, начали сожительствовать, как бы мужику там начали сиги с водкой подкидывать, и ему, типа, по кайфу стало жить, он там, в принципе, ну, удовлетворился как бы такой жизнью, да. Хотя и эта трактовка тоже вполне себе ничего, то есть, чел из учителя, из городского жителя просто деградировал до какого-то быдлоколхозника, который вот у меня тут цитатка открыта, я её читать всю не буду, она слишком длинная, да, но если вкратце, тут смысл такой этой цитаты, что однажды ему в эту в яму кинули журнал комиксов, короче, это уже было там на какую-то неделю его пребывания, и он, короче, прям усыкался от этого журнала с комиксами, хотя там были абсолютно тупорылые какие-то карикатуры, прям совсем прям для дебилов, короче, а он от этого смеялся, вот, карикатуры были самые дурацкие, ну, цитата, да, бессмысленные, вульгарные, ну, и так далее. И ему понравилась тут карикатура, которая изображала лошадь упавшую, значит, и на неё залез огромный мужик, и вот этот наш учитель, он с этой карикатуры прям вообще там обхахатывался, типа, да, и у него какая-то подспудная такая мысль играла, что, типа, я вот тут смеюсь над какой-то ерундой, но одно дело разглагольствовать о зимней спячке, а другое превратиться в крота и убить в себе всякое желание выйти на свет. Ну, то есть, по сути, да, одна из трактовок этой книжки такая, что чел просто смирился со своей новой жизнью или изменил свою жизнь, да, в плане вот такого опрощения, так скажем, да, типа, жить попроще, типа, не надо никаких городских там этих замутов, там, работа, дети какие-то, школа, там, учёба, эти, учитель, ну, учительствование, да, типа, нафиг это надо, вот поеду в деревню, буду там, типа, копать песок и ржать, короче, над комиксами, и бухать, курить, как бы, и, ну, с тёткой сожительствовать, в принципе, нормальное такое счастье, почему нет? Одна из трактовок таких бытовых, да. Ну да, да, кстати, и, ну, на самом деле, если так подумать, по ссылу книги это не самый оптимистичный, да, даже если посмотреть на то, что они выкапывают этот песок, а песок снова возвращается, да, они проделывают своего рода, ну, тут сидя в труд, да, совершенно бесполезный, без какой-либо цели, ну, как, цель есть, но она такая туманная, да, и жизнь в городе тоже была такая уже, по сути дела, он же проводит аналогии, мол, что меня, что отличает городскую жизнь от жизни тут, да, что тут я выкапываю песок, а там было, ну, фактически то же самое, да, только я там выкапывал не песок, а занимался, в принципе, тоже какими-то совершенно бесполезными делами, да. Там, знаешь, вот там есть, да, ты хорошо заметил, там есть такая метафора про то, что вот когда он был учителем в городе, да, он размышлял там про учителей, типа, кто такие учителя, их роль там, да, вообще, ну, их роль типа в обществе и так далее, и вот там я эту цитату не скопировал, но я её так примерно помню, там смысл такой, что учителя – это типа такие очень несчастные люди, потому что они как камни, которые лежат на дне реки, т.е. они лежат на дне реки, а над ними и мимо них постоянно проносятся воды этой реки, и вот эта вода реки – это их ученики, ну, т.е. да, и т.е. камень-учитель, он как бы воспитывает детей, а они потом от него уходят во взрослую жизнь, и он типа никогда их больше не видит, т.е. он постоянно типа как учитель, он остаётся на месте, а вокруг него проплывают вот эти вот бесконечные дети там, да, которые, ну, как бы воспитываются и уходят куда-то, а он лежит на дне реки. Вот, мне как бывшему преподавателю это очень знакомо, потому что я выпустил несколько курсов, и я видел этих ребят, которые, знаешь, типа приходят на первом курсе, ты их ведёшь до конца, выпускаешь, они уходят во взрослую жизнь, там типа такие туда-сюда, а ты остаёшься на том же месте, т.е. ты приходишь, у тебя на следующий сентябрь у тебя уже новый курс, новые дети приходят, ну, студенты, да, в смысле, и абсолютно уже другие, и ты такой, да, вот те ушли, типа как бы выпорхнули, да, из стен там, да, университета, а эти прилетели. Да, поэтому с учителями та же тема, т.е. он, по сути, также был статичен, как камень, да, и также он остался статичен в качестве жителя вот этой песчаной ямы. Вот, поэтому, по сути, наверное, да, для него особо принципиально ничего не поменялось, может быть, он просто принял эту мысль, мы же говорим, что это метафора, да, по сути, может быть, этот учитель Никит Зюмпей на самом деле никуда из города не уезжал, может быть, он просто три дня своего отпуска, я не знаю, бухал по-жёсткому и потом просто опустился на дно и такой, типа, да нахер, мне нормально, типа, буду сейчас побираться по помойкам и дауншифтить, в общем-то. Ты этой шпанской мушкой упоролся. Ну да, шпанской мушке там замехнул, да, и всё. Да, и в итоге получается, что все мои песчинки в этой бесконечной пустыне, да, там ещё... Сет Батрун. Там ещё была у него цитата по типу, вот там же, помнишь, цель вот этой женщины, ну не то, что цель, а её мечта это купить радиоприёмник, вот. Ну да. Да, и Абы там как раз-таки это красиво обыгрывает, говорит что-то по типу, ну это не прямая цитата, насколько я помню, что все мы ходим одиноки в пустыне за вот этим как бы миражом радиоприёмника, вот. А когда купил радиоприёмник, то всё, в принципе, как будто бы и сама жизнь удалась. Ну тут вот, да, интересно, вот как бы так хочется, знаешь, такое ощущение, что мы сейчас о чём-то говорим, а оно как-то вот от нас уходит, что-то вот эта вот суть, суть такая, знаешь, за которую она какая-то скользкая, это суть, и за неё хрен ухватишься. Ну вот, во всяком случае, вот цитата, да, здесь одна из первых в книге, то есть, он был обезоружен приветливостью женщины, ничего, говорил он себе, такое случается раз в жизни, а вдруг повезёт, и какое-нибудь интересное насекомое удастся встретить, вот сейчас важно, во всяком случае, в такой среде насекомые живут и радуются. То есть, опять же, метафора, да, про то, что он пришёл ловить насекомых, как насекомолок, да, вот этот, да, а подметил, что в такой среде живут насекомые и радуются, то есть, по сути, он сам и эта женщина, они как насекомые живут в этой яме, у них простые запросы, максимум мечтаний – это просто поставить радиоприёмник и слушать там, ну, какие-то новости, будет сегодня дождь или нет, вот, какая завтра погода там и так далее, вот. Вот, а ещё есть цитата про то, что «но жизнь – это те же газетные статьи, поэтому каждый, понимая бессмысленность жизни, ось компаса помещает в своём доме». Вот, ну и также по памяти там цитата, женщина говорит, что «мы здесь живём духом любви к родине», то есть, типа, где родился, там и пригодился, да. То есть, тут всё идёт к тому, что как бы общество деревни, оно такое традиционалистское, закоренелое, какое-то простое, в какой-то мере даже дикое может быть, ну, то есть, они никакими средствами механизации не пользуются, ну, кроме машины, да, там. Ну, да, машина у них есть, на которой они там ездят в город, но это максимум, то есть, у них там ни трактора, ни экскаватора, ничего, вот, то есть, они какие-то вот такие прям совсем пассивные, прям загасились вот в этом безвременье, да, каком-то, и всё, и им, самое главное, им нормально, да, то есть, у них дух любви к родине, вот, и вот этот новый человек, который к ним попал, этот учитель, он первое время пытается сопротивляться, а потом принимает правила этой игры, да, и понимает, что, в принципе, здесь теорема Эскобара, да, то есть, что жизнь в городе, что жизнь в деревне, оно всё одно и то же, как бы, да, вот, просто в городе сложнее немножко жить, потому что тебе мозги почаще там компостируют, а в деревне попроще, ты типа вышел, откопал песок, вечерком хлопнул водочки, выкурил сигаретку там, нормально, посмотрел на звёздочки, а там, глядишь, и лестницу спустят, можно будет подняться там, с дедами там побазарить, как бы, за жизнь там, типа, что, кого там, как там. Тут ещё нужно нам сказать, наверное, про саму концовку, да, то, что в конце концов вот эта женщина беременеет, да, её вытаскивают, но там, насколько я помню, ребёнок не выжил, да, что-то такое. Да, у неё, по-моему, то ли аборт, то ли выкидыш, ну, что-то да такое. Да, выкидыш, её, короче, там отвезли, и то ли забыли, то ли специально, опять же, это непонятно, оставили вот эту верёвочную лестницу, и главный герой смотрит на эту лестницу и думает, что, ну, вот он, якобы, мой билет в другой конец, да, но так или иначе я смогу им ещё воспользоваться, как будто бы, и остаётся на месте, то есть, ну, финал такой открытый, да, он остался в этой яме, но опять же даётся эта зацепка, что, может, я завтра смогу, как бы, вылезти, да, ну, неизвестно, вылезет он или не вылезет, и да, и концовку тоже можно трактовать там по-разному, и как такая теория некоторого пессимизма, и можно даже сюда приплести какие-то и религиозные символы, и как раз-таки я тоже вот читал, что, ну, вообще там же большое значение имеет песок, да, он везде, он как бы вообще вездесущ там в этом романе, и тоже там интересно в статье писали про то, что у песка-то два значения, да, вот такое в христианском значении оно ассоциируется с разрушением, там, знаешь, песок, опять же, вот эта аналогия с песочными часами, да, неустойчивость и так далее, да, а в буддизме наоборот, песок, он ассоциируется с очищением и перерождением, да, потому что, допустим, там в восточных странах посуду чистили с помощью песка, вот, поэтому тоже, ну, по-разному можно оценивать это, и как раз-таки мне это нравится, то, что есть, знаешь, ну, в принципе, как бы ты читаешь роман и понимаешь, ну, как бы и ни о чём, и обо всём и сразу, то есть, это круто достаточно. Да, ну и что ещё самое хорошее, в принципе, каждый может что-то увидеть, да, и, как сказать, выбрать то, что ему по душе, то есть, либо правильно поступил Никит Зюмпэй, либо неправильно, да, либо он дурак, либо он там превратился в животное, там, в насекомое, либо он, наоборот, правильно поступил, да, здесь опять же вопрос к каждому человеку, то есть, он, я не знаю, то есть, если мы примем за основу то, что в городе у учителя тоже, в принципе, жизнь была, ну, дерьмовая такая, да, то есть, скучная какая-то, ну, типа, тошнота такая, да, типа, пошёл там на работу, там дети эти вокруг тебя уходят, приходят, ты пришёл домой, типа, жена там у него или кто, у него же в городе была какая-то женщина тоже. Да, да, но он её даже не вспоминает. Да, он её там что-то буквально один раз, типа, вспоминает, что с ней там что-то было неинтересно как-то, или, типа, она там просто была, короче, вот, это уже о многом говорит, да, типа, как он жил в этом городе, что он, по сути-то, блин, ему, наверное, в деревне-то и лучше на самом деле, есть чёткая цель – каждый день отгребать песок, всё, то есть, есть чёткая цель, чёткое понимание, как это делать и зачем, потому что в городе он не понимал, зачем он живёт, зачем он что-то делает, зачем он каждый день просыпается, идёт, выходит из дома из своего, идёт на работу, да, а здесь понятно, типа, если ты не откопаешь песок, тебя засыпет просто там песком, да, или тебе там сигарет не кинут там в конце дня, там, да, вот. Это первое такое, да, что какой-то конфликт между западным пониманием свободы и восточным, наверное, пониманием свободы, возможно, Коба бы к этому вёл в своих метафорах, что я просто на днях, буквально на днях смотрел фильм Шоу Трумана с Джимом Керри, это вот прям, и что-то прям, знаешь, как-то прям немножко даже до слёз пробило, ну, я его смотрел много раз, и тут типа пересмотреть решили, вот пересмотрели, там-то фильм про индивидуальную свободу человека, то есть такую западную свободу, да, то, что я не должен сидеть в какой-то тюрьме, я должен иметь возможность передвигаться, ходить там, что-то делать там, ну, вот это всё, это западное понимание свободы, да, то есть поехать там, объездить весь мир, обойти там весь мир, это типа моя свобода, типа не лезьте, не ограничивайте меня, да, вот, Ники Дзюмпэй в начале книги и там в середине, он такой вот западный человек, несмотря на то, что он японец, да, Япония сильное влияние Запада испытывала в 20 веке на себя, да, и сейчас, наверное, тоже, вот, а восточное понимание свободы, это вот, как ты уже тоже сказал, это больше такое даосское понимание, да, или буддийское понимание, что типа свобода, в первую очередь, это невозможность пойти там, куда хочешь, да, свобода, она должна быть в тебе самом, то есть даже если тебя посадили в тюрьму и вокруг тебя там четыре стены и кушетка, на которой ты спишь, ты всё равно можешь быть свободен, или если тебя заковали в цепи там, и ты раб на галерах, я не знаю, ты всё равно можешь быть свободен, потому что эта свобода, она внутри тебя, то есть ты должен быть духовно раскрепощён как-то, это вот восточное, наверное, понимание свободы, да, и вот этот наш учитель, он от западного переходит к восточному пониманию, да, то, что типа да, я сижу в этой яме, да, мне уже дали эту лестницу, в принципе, я могу свалить, но мне это незачем, потому что мне, в принципе, хорошо и так, я типа духовно как бы освободился от лишнего дерьма, да, которое меня там социальные какие-то запреты, гарантии, какие-то обязательства, да, я всё это отбросил, я стал, по сути, отшельником, и я свободен, ну, это восточное понимание такой свободы, оно, блин, тут уже надо выбирать, да, типа человеку, что ближе, типа либо западная свобода, либо восточная, довольно интересно, я вот для себя ещё не решил как-то, что мне может быть ближе, вот, пока что, наверное, западная фаза надо мной преобладает, как бы. Да, чувак, простой капиталист, товарищ капиталист, ну, да, слушай, это на самом деле интересно, ещё, не знаю, там просто, знаешь, вот главный герой, он такой немного аморфного, обмёмного такого состояния, да, как посторонний человек по камю, то есть он практически не испытывает каких-то чувств, там, или эмпатии, но так или иначе в романе всё равно виднеется вот эта некоторая связь его с женщиной, кроме телесной, и мне кажется, всё-таки есть там некоторая какая-то привязанность, может быть, даже форма любви, обычно как раз-таки у японцев там всегда, вот особенно в романах, тема любви, она какая-то холодная, немного отстранённая, и все персонажи там не бывают такого, знаешь, какого-то романтизма в стиле какого-нибудь Гоффмана, там, где главный персонаж там кричит «Я люблю тебя!» ну, или, короче, просто метается, знаешь. А вот в японской прозе она всегда такая призрачная немного, да, как такой туман, и вот тоже интересно так взглянуть, возможно, он всё-таки проникся к этой женщине, а мы все знаем, что любовь это своего рода всегда зависимость, да, типа, вот, поэтому тоже это я вкидываю в тему личностной свободы, да, то, что личностная свобода, она тоже ограничивается и какими-то эмоциональными состояниями, там, любовью, привязанностью и так далее, и так далее, поэтому вопрос в том, может быть, может вообще быть человек действительно свободен даже с точки зрения, условно говоря, он отказался от этой европейской точки зрения, да, там, про физическую свободу и такой, ладно, буду вот этим дзенским дзен-монахом, да, а с другой стороны есть вот эта женщина-соблазнительница, которая соблазняет и телесно его, и как-то тоже там развлекает, моет его, вот, там было пару сцен просто, где его мыли, я с этого чутка угарнул, ну, да, всегда вспоминается как ведьмакам или там в этом кстати, вот еще одна из метафор таких, ну, типа основных как бы точек зрения, да, через которые можно посмотреть на эту книжку, мне кажется, да, это вот ты уже немножко это обрисовал, именно капиталистическая тема, да, то, что там же прикол в чем, там, во-первых, яма не одна, то есть яма с жителями, да, то есть мужик с женщиной – это не единственные люди, которые живут в этой яме, то есть там несколько таких ям, в которых живут люди, а наверху, не в ямах, живут еще какие-то люди, которые там принимают эти корзины с песком, и прикол в том, что эти люди, которые живут наверху, они каждый день достают эти корзины с песком, который накопали жители, которые внизу, и там было такое мимолетное упоминание про то, что эти верхние жители грузят песок на пикап, отвозят его в город и продают его строительным фирмам за бабки, и типа получают наличку, короче, и там уже вкладываются в свою деревню как-то там, ну типа существовать, чтобы поддерживать. То есть, возможно, прикол в том, что здесь тоже какая-то идёт такая тонкая, я не знаю, что, насмешка или тонкая критика капиталистических отношений, японских, может быть, или вообще в принципе, да, про то, что есть какие-то условно высшие люди, которые тобой правят и которые заставляют тебя что-то делать, типа иди на работу, а ты такой не хочу, а они такие, а мы тебе водку с сигаретами не дадим, и ты сдохнешь. Мало того, что водку с сигаретами там где-то в книге, они воду не дают, да, а воду-то пить, воду надо пить как минимум, да, и водой надо мыться, то есть, они давят на самое базовое для человека, то есть, мы тебе воду не дадим, не будешь работать, мы тебе не дадим ресурсы, и ты просто, типа, ну помрёшь тут, я не знаю. То есть, возможно, это какая-то критика такого японского капитализма про то, что, типа, есть какая-то прослойка власть имущих, которая заставляет людей просто работать как животных, там, как насекомых, а эти люди, они либо умирают, потому что не могут этого выдержать, либо принимают правила игры, и так как они приняли правила этой игры, они находят для себя в этом счастье, потому что если ты будешь делать это против своей воли, то есть, если ты будешь каждый день там копать песок и ненавидеть себя за это, ты, ну, ты жить не сможешь, ты либо самоубийство совершишь, либо… Поэтому люди принимают правила игры такие, ну, да, я, типа, раб, но я духовно такой весь дохуя свободный, короче, я тут, типа, вот это туда-сюда, я тут живу, вот это всё, и как бы мне ещё и водку с сишками дают бесплатно. Возможно, это критика, потому что у меня как-то был подкаст, мы записывали там тоже про фильм «Под стук трамвайных колёс Акиры Курасавы», и там вот эта критика капиталистического строя японского, она очень хорошо видна, потому что там показывают жителей помойки, то есть, там на помойке за городом живут жители, и там несколько разных историй, которые раскрывают жизни этих жителей в каких-то контекстах, типа. Вот, и там вот очень видна эта критика, что, типа, есть какие-то богачи, которые в городе живут, а есть вот эти вот бедолаги, которые выброшены вообще за борт как бы жизни, они просто живут на помойке, потому что они тоже люди, и им надо как-то существовать. Возможно, у Кобаабы что-то тоже подобное есть в этой книге, что, типа, есть высшие, а есть низшие, высшие заставляют низших что-то делать, а низшие, так как они не могут изменить ситуацию, они её просто принимают и говорят, ну ладно, да, я раб, я в цепях, как бы, но зато я, не знаю, что-то там, зато я получаю зарплату, например, не знаю, зато я, у меня там женщина есть там или ещё что-то. Ну, короче, какое-то оправдание себе находят, знаешь, чтобы с ума не сойти от вот этой абсурдности, вот этой всей тупости нашей жизни, когда ты просто тупо обречён, типа, работать всю жизнь, блядь, до 65, потом тебе дадут там 10 тысяч пенсии, и типа, ты такой, ну, нормально, чё? На сигареты с водкой хватит, да, а там, типа, посмотрим, блядь. Там, кстати, ещё интересно, что он же в конце сделал вот это сооружение, когда он хотел поймать птицу, да, вроде он хотел поймать, вот, а оказалось, что там скапливается вода из этого песка, и, ну, якобы у него в итоге появился альтернативный источник водоснабжения, вот, и тоже это говорит нам о том, что он в яме как бы остался, ну, он понимает, что может, в принципе, уже и не работать на этих людей, да, прислуживать им, но в то же время у него есть вот этот альтернативный источник. Короче, как-то он выкарабкался из этой ситуации. Скажи, пожалуйста, а ты же ещё вроде фильм смотрел, нет? Или ты его не глянешь? Да, я фильм смотрел, но, честно говоря, что-то как-то так. Он ещё, он, по-моему, через два года вышел после романа. Да. Книга 62-го года, а фильм 64-го, то есть он чёрно-белый, и он идёт два с половиной часа. Честно говоря, я пытался его посмотреть, но что-то как-то прям, ну, не в настроение, короче, не фартануло, в общем. Я его так посмотрел примерно наполовину, дальше пощёлкал, если вкратце, то фильм хороший, да, то есть, но что-то вот как-то не сейчас, сейчас он не в настроении, то есть, может быть, в другой раз. А фильм в целом хороший, да, то есть, там эти сцены с песком прикольно показаны, правда, немножко по-колхозному, ну, потому что это визуальный ряд такой, знаешь, типа, когда там этот учитель пытается по стенке песочной вскарабкаться, там видно, блядь, что он может по песку по этому забежать наверх ямы, потому что там, ну, типа, не такой большой угол, а он там просто как-то отползёт на пузе, типа, на месте так это, и потом, типа, падает, ну, как-то немножко наиграно так выглядит, знаешь, как будто прям, ну, типа, понятно же, что по сюжету он не должен вылезти, да, а там так снято, что видно, что угол достаточный для того, чтобы просто вскарабкаться на него, да, ну, такое, да. Ну, это вам не Голливуд, ещё 64-й год, к тому же. Ну, в целом, если подытожить, если подытожить, я, наверное, немного повторюсь, я бы советовал эту книгу действительно почитать, только не рассчитывать на какой-то суперкрутой сюжет и на количество действий, да, рассчитывать на то, что это, ну, достаточно такая тонкая метафора, да, на жизнь, на цикличность, и, ну, если вы любите такое, то явно книга вам зайдёт, мне лично, ну, достаточно зашла. Не скажу, что это прям моя самая любимая книга, ну, перечитать бы я её через, ну, через пару лет, наверное, бы точно перечитал. Да, соглашусь с твоими словами, я бы, наверное, даже не через пару лет бы её перечитал, я бы, наверное, через месяцок её перечитал, ну, чтобы, знаешь, так уложить в голове подчётчик, как бы, да, весь сюжет. Ну, в целом, да, она довольно метафоричная, и поэтому при первом прочтении, ну, сложновато всё выкупить, да, поэтому второй раз, скорее всего, придётся читать, либо смотреть какие-то обзоры, потому что, знаешь, вот я не знаю, какие ты статьи читал конкретно, да, там, и то, что я ничего специализированного не читал, я только так комменты там почитал и пару обзорчиков на Ютубе глянул, но, честно говоря, обзорчики – это просто пиздец, ну, то есть, люди просто, знаешь, пересказывают сюжет, и у всех даже одна и та же лексика в плане того, что песок, он олицетворяет время, время, оно течёт, как песок, и, типа, я такой, блядь, вы прям как с одной методички просто, вот как будто, знаешь, да, там есть один какой-то подкаст полуторачасовой про эту книгу на Ютубе, вот я думаю, может, со временем послушаю его, там вроде, ну, чуваки что-то, по крайней мере, полтора часа, они нашли, о чём поговорить, я думаю, может, что-то расскажут интересного, а вот эти все типовые обзоры от духовно богатых дев с очень богатым внутренним миром – это прям, знаешь, о БВМ, вот это пресловутая, это как бы, да, прям песок – это время там. Чисто минутка хейта пошла. Да потому что, блядь, я хочу, да, я хочу чё-нибудь услышать для себя, потому что я тупой, блядь, я не понял толком про чё эта книга, а они мне про песок как время, ну, понятно, что песок – это время, дальше-то чё, расскажите чё-нибудь про капитализм, ёпта, про то, как там он угнетает людей, они там, блядь, на водку и сигареты переходят на питание водочно-сигаретное, там, чтобы с горя не умереть, блин, или чё, знаешь, там такое, типа, вот. Кстати, можно ещё вкинуть третий угол зрения, про который можно, типа, воспринимать эту книжку? Смотри, типа, первый, второй мы сказали, да, то, что там капитализм, да, или типа свобода, да, там как бы западное-восточное, вот, а третье, блядь, я забыл. А третье – это абсурдность. А третье – это абсурдность. Ладно, это либо вырежем, либо оставим, пусть это будет интригой, ну, короче. Я буду это оставлять. Пока словоблудил, забыл, чё хотел сказать. А, всё, вспомнил, слушай. Третья точка зрения, да, через которую можно эту книжку воспринимать, это, в принципе, то, что, типа, есть, как бы, большой мир, да, и он такой весь страшный, хаотичный, сложный, да, где надо постоянно чему-то соответствовать, что-то делать, что-то доказывать, куда-то ездить, что-то, ну, вот это всё, да. То есть, хаос такой, да, хаос, который человека пугает, вот этот огромный хаос, да, который прям, ты на него смотришь, и ты как песчинка бытия, да, в этом хаосе вертишься, и он тебя ужасает на самом деле. А с другой стороны, противопоставление хаосу есть хаос локальный, да, то есть, хаос локальный – это вот эта вот яма с песком, где, в принципе, тоже всё довольно хаотично, потому что песок, он сыпется каждый день, он может тебя уничтожить внезапно, да, а ты об этом не узнаешь. Но это хаос локальный, он такой как бы более родной и более понятный, да. То есть, если переносить это из метафор на какую-то реальную жизнь, то типа вот, знаешь, есть всякие дауншифтеры там, да, или просто люди, которые уезжают из городов, вот в реальности, да, они там устают от городов, они покупают себе домик в деревне и просто переезжают в деревню, потому что их там заёбывает жизнь в городе, им надоедает постоянно вставать там в 5 утра, на метро там ехать на работу, потом на метро ехать домой там или на автобусе, ну, неважно, да, зависит от города как бы, вот. Поэтому они отказываются от такой жизни, покупают себе что-то попроще, там переезжают в провинцию или в деревню, да, и для них это типа счастье, да. Возможно, здесь вот такая метафора тоже заложена, что хаос городской жизни со всеми вот этими безумными ритмами, когда ты идёшь, там вокруг тебя люди толкутся, машины что-то сигналят, там какие-то дроны, блядь, летают, там я не знаю, что-то ещё происходит, да, кто-то на кого-то орёт, кто-то там рыгает за углом, и ты такой идёшь на работу в 7 утра и такой, ага, ага, да, 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 вот, и так будет всю жизнь до 65, заебись, вот. А с другой стороны локальный хаос, где ты такой встаёшь в деревне, пошёл там, поссал на забор, пошёл там, корову подоил, посидел там на скамеечке, покурил там, да, посмотрел на речку там, которая течёт рядышком, пошёл в лес, там, грибочков собрал, и это только будет 12 часов дня, а потом тебе, в принципе-то, и не надо уже ничего делать, ты типа свою норму работы выполнил за день, там, пошёл там, не знаю, яички собрал там у курицы в этом, в загоне в курином, да, пожарил себе яичницу, похавал и спать лёг, водочки накатил, курнул на ночь, ну, сигарет курнул, ну, хотя кто там что растит, я уж не знаю в деревнях, в деревнях многие агрономы обитают, я так понимаю, вот. Вот, возможно, да, это такая метафора на то, что типа есть большой город, и это ужас, по сути, который для человека не предназначен, то есть человеку гораздо приятнее и проще жить в каком-то более естественном, близком, близкому к природе окружению, да, то есть, ну, в деревне там, я не знаю, или в провинции, вот. Но, короче, не в крупном городе, там, десятимиллионники условном, да, где куча людей, все там друг над другом орут, ты живёшь в какой-нибудь 50-этажке, да, там, на 45-м этаже, и над тобой и под тобой орут постоянно люди, кто-нибудь там пьяный, у кого-нибудь день рождения, а внизу там кто-нибудь машину чью-то поджёг, а ещё там тебе в дверь ломится военком, блядь, и вот это вот всё, знаешь, и ты такой, да, понятно, поеду в деревню, как бы, в деревню попроще. Короче, жители городов наставят этому подкасту дизлайков, да и, в принципе, жители деревень тоже, потому что сто процентов будут писать, знаешь, типа, э, мы не сын на заборы. Мы сын на одуванчике с подорожником, блядь. Не, ну, да, третья метафора только такая, что, типа, внешний мир – это ужасный ужас, который просто не предназначен для человека, вот, потому что человек от этого дерьма устает, как бы, это ещё Толстой писал об прощении, то есть, он же создал эту тему о прощении, да, что, типа, надо жить проще. Типа, Толстой же в конце своей жизни уехал вообще в своё поместье, в деревню, по сути, да, и он там просто ходил в каком-то, в этом, не знаю, в мешке в каком-то, подпоясывался верёвкой и ходил такой с бородой, типа, я тут весь такой вот дед, в общем, этой деревни, патриарх, типа, о прощении, да. Ну, да, Толстому позволялось, да, придумывать всякие философии, когда у тебя графский титул, там, да, куча бабок, типа, и всего остального, но почему бы и сейчас так не сделать? Да, это здорово. Я предлагаю на такой прекрасной ноте подытоживать, ну, в принципе, что, мы подытожили уже, да. Читайте, читайте, в любом случае хуже не будет, лишним не будет, так что я лично советую. Книга и в напряжении держит, и задаёт какие-то вопросы. Вполне себе, вполне себе. Да, а в фильме ещё и сиськи показывают, поэтому... А в книге упоминаются. Ну, не то, как я, конечно, описал, что они распластались на циновке, но упоминаются, упоминаются там. Они заполонили себе всю хижину. Да. На этом всё, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, все ссылочки будут в описании, и до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok